Хоть с чем-то недавно муж бросил, как бы ушел жить отдельно, сказал, что с ним не вернется, будет помогать сыном, у нас сын. И буквально недавно я узнала, что он живет с другой женщиной. Как мне дальше с ним сперлисти? Как вы не предлагаете? Вот смотрите, вы только пришли, да, молитвы? А вот до этого я разговаривал с одной девушкой, она вот прошла путь победы над судьбой молитвы три года. То есть 20,5 года назад у ней возникло легкое сердце, появилось чувство, что она уже победила свою судьбу, а сейчас произошли какие-то странные изменения. И как только она почувствовала легкость, прошло чуть времени, а у нее появился другой мужчина хороший. Но также произошли какие-то изменения с мужем. То есть он, похоже, я так чувствую, может быть и не захочет разводиться. У вас то же самое. То есть вам надо понять, что действует ваша судьба, что ваш человек близкий просто идет на поводу у них. Понимаете, когда начинает действовать злая судьба, то близкий человек не может нормально чувствовать себя по отношению к другому. То есть начинает действовать злая судьба, и близкий человек недоволен нами, недоволен. То же самое происходит и у вас сейчас. То есть пришло время, и ваша злая судьба на вас навалилась, вот начала вас мучить, действовать на вас. И поэтому нужно именно с ней иметь дело. То есть нужна молитва для побед над своей судьбой. Насколько эта судьба тяжелая. Вот если ничего не делать, то он к вам не вернется. Вот я тоже чувствую, что вы молитесь, и поэтому вам говорю, что вероятность его возвращения гораздо больше, чем невозвращение. То есть где-то, может быть, 60% уже сейчас, что он вернется. И если смотреть на его психику сейчас, он не знает, что ему делать. Ну то есть он поэтому не разводится, что он не уверен вообще. У вас действует плохая судьба сейчас, и как бы он не разводится, потому что он не уверен в своем поступке. Там есть еще один фактор сильный. Он очень скучает по ребенку. Это у вас дочка, да? Мальчик. Он скучает по ребенку тоже. Чувствует, что он как бы обделен вот этим вот тоже отношением с ребенком. Вот. И вы тоже сильный человек, у вас как бы не смотря на что, вы так не поддались на эту слабость. Как-то, наверное, лекции мы слушали в это время, да? Как-то повели себя хорошо, и он не чувствует уверенность в своем поступке. Как бы он не чувствует, что он правильно все сделал. Какие у меня прогнозы? Ну, прогнозы такие, что, скорее всего, он вернется назад. Когда примерно, примерно через 8-9 месяцев начнется этот процесс очень явно. Через 5-6 месяцев уже будут намеки. Надо с ним строить добрые отношения. Ну, и понимать, что вы наказаны за свои собственные поступки, которые вы совершали в прошлом. Ну, то есть, в этой жизни я не вижу, чтобы сильно прямо у вас было что-то такое. Вы кого-то чуть-чуть бросили, не сильно. Но вот в прошлой жизни вы бросились сильно близкого человека. И за это вот сейчас страдают. Надо продолжать молиться, по-доброму себя вести. У вас все хорошо идет. Вы побеждаете свою судьбу. Не позволяете манипулировать своей судьбой кому-либо. Никто не должен соглашаться на развод никогда. Пускай сам разводится, если хочет. Но он не будет сам это делать, скорее всего.